Вот меня и в руках... Георгий Владимирович, все присутствующие, у нас с вами завтра день в подтвердение токов на дискуссию возрастных проблем. Сейчас ставится задача уточнить для данной группы, заключаемый смысл, задание на сегодняшний день в отношении проектирования. То, что происходит здесь, называется игры. Согласитесь, в самом слове есть что-то несерьезное. Ну или спортивное. И при этом эпитет деловые. Деловые игры. А не означает ли это игра в дело, игра в демократию, игра в гласность? Ну, в наше время это было бы, пожалуй, самым опасным. А тут еще и конструирование модели тоже напоминает что-то пионерское, кружковское. Однако, как видите, участники – люди вполне взрослые, а главный – коллективный участник игр в самом перспективном возрасте. Ему 20 лет. Да, почти в эти же дни отмечал свой день рождения экран «Творческое объединение Гостелерадио СССР». Все было торжественно, сверкал огнями дом кинематографистов, нарядные гости неспеша заполняли зал, а в кулуарах шли разговоры об имениннике. Мы подошли к 20-летию, к какому-то сроку, когда вне зависимости даже от того, что произошло во всей стране, нам необходила перестройка, своя перестройка, крутая, своя революция. Однако говорили по-разному. Режиссер Самарий Зеликин говорил с тревогой. «Каким-то образом идти дальше по тому же пути, по которому шли. А чем-то на экране? Надо что-то в корне держать. Иначе мы действительно не нужны телевидению. А кроме всего, даже если мы при этом удержимся, даже если при этом нас не разгонят, как многократно нам обещали, все равно жить и знать, что ты никому не нужен – это самый отвратительный способ существования. Невозможно». «Экран для меня как дом родной, потому как здесь прошли…» Юрий Белянкин, как видите, был мягче, но тоже озабочен. «У истоков основания этого экрана. Ну и коль скоро во всей стране в кинематографии происходят радикальные перемены, то хочется, чтобы и в этом родном доме стало лучше, чтобы ветер этих перемен также коснулся и его». «Не, ну прошлое, конечно, есть что вспомнить, было что вспомнить». Сказал Сергей Вологдин и был абсолютно прав. Ведь именно экран открыл эпоху сериалов, когда по его заказу Сергей Колосов и сценарист Горчаков сняли фильм «Вызываем огонь на себя», а потом тот же Колосов по сценарию Ровского провел в эфире «Операцию Трест». Семнадцать мгновений весны Лиозного и Семенова буквально опустошали улицы, городов и сел во все времена года. Адъютант его превосходительства. Электроник. Карл Маркс «Молодые годы». Место встречи изменить нельзя. Михаил Ломоносов. А какие звезды сияли в экрановских созвездиях? Иннокентий Смоктуновский. Евгений Леонов. Евгений Встегнеев. Марк Пруткин и Андрей Миронов. Николай Алявин. Михаил Казаков. И еще целый Млечный Путь пролег на пути экрана. Так что заслужены и аплодисменты, и приветствия. Художественный театр, несмотря на скандальное бурное разделение, нашел в себе силы и мужество, а главное доброе сердце, поздравить дочернюю фирму экран с 20-летием. Дорогие друзья, вот мы вышли сейчас на сцену, я посмотрел в зал и подумал о том, что у нас, вообще говоря, с вами очень много общего. Но вас вон как сколько много. А если к нашему коллективу добавить еще наших корреспондентов в стране и за рубежом, то мы можем количеством тоже потягаться. Ну, потом, скажем, мы с вами живем на одном континенте, в Останке. Потом мы с вами ровесники, вам 20 лет и нам 20 лет. Вы снимаете кино, и мы тоже каждый день живем, как в кино. Главный редактор программы «Время» Григорий Шевелев, говоря «живем, как в кино», имел в виду не только постоянные драматические катаклизмы редакционной жизни. Без кино не жить самой программе. Ведь большая часть ее сюжетов, событий, снимается операторами творческого объединения «Экран». Конечно, будем честны, за 20 лет совместной жизни наши кинообъективы бывали далеко не объективны, а в их фокус попадали отнюдь не все события, на которых стоило фокусировать внимание. И все-таки время, не программа, а философская категория, время осталось на наших пленках. Время летит быстро, и в этом есть элемент пугающий. 20 лет экрану оказалось бы все как один миг, но когда вот слушаются и сухие цифры, вспоминая собственные эмоции, понимая, что да, 20 лет спустя есть что вспомнить, эти воспоминания очень достойны. От души вас поздравляю, давайте работать вместе. Спасибо. Сказал первый заместитель председателя Госкино СССР Армен Медведев. В зале присутствуют те, кто уже не работает здесь. Будьте любезны, встаньте, пожалуйста, и давайте их приветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, юбилеи нужны для взгляда в будущее. Верно. Но торжества не забвение первопроходцев. Это они, операторы Мозор, Посельский, Соколов, Левицкий, начинали экран, когда он был еще скромным отделом производства съемок. А разве можно забыть дядю Мишу Кузнецова, Юрия Висбора, да и всех, кто уже столько лет не сдает своего оружия ни противникам, ни соперникам. Ну вот, как в конце фильма, в репортаже о празднике, можно написать слово «конец». Почему-то всегда такое зрелище рождает грусть. Атрибуты торжества повержены, обращены в пестрые руины. Кажется, вот пришли будни, и победили, разгромили празднество. Сейчас будут выметены из зала, из памяти, последние обломки веселья и перечисленных достижений. Но может, стоит выметать только то, что действительно исчерпало себя в жизни? Ведь жизнь не кончается, и завтра продолжится работа. Три осветителя. Да, тогда, Голь, перепиши тогда. Лихтваген сразу пишу, пожалуйста. Значит, съемка будет 15.30, 23.30. Три осветителя, 6 приборов Марс-3000, фильтры сетки, лихтваген переменный, 18 киловатт, 15.30, 23.30. Он пойдет из ГАПа. А приехала актриса, которая завтра же уезжает, отснявшись на этой даче, во Внуково. Поэтому нам нужно завтра съемку провести обязательно. Значит, мы пока у меня отменяем. Будем делать возможность второй лихтваген достать. Но пока на сегодня такая ситуация. Воскресенский, зайдите в диспетчерскую. Воскресенский, 47.16. Литвиненко, Литвиненко, 30.25. Литвиненко. Отправятся в экспедицию новые творческие группы. Да, в Шереметьево. И дальше от Шереметьево во все концы земли. Все будет, как вчера, позавчера, пять лет назад. И все-таки все будет иначе. Потому что иное время за окном. И экрановцы думают уже не только о новой проблематике своих лент, но и о новых проблемах творческого существования. Отжили свой печальный век, безликость мысли и безличность ответственности. Играет музыка. Разве творчество мультипликаторов может обратиться лишь в музейные экспонаты, даже если милые персонажи этого музея уверенно поселились и в наших домах? Обманчива тишина игрушечного мира мультяшек. Большой мир человечества неизбежно наполнит своими голосами, своей болью, своей радостью, фантазией, были и не были рукотворные мультпланеты. Что же говорить о работниках студии художественных телефильмов экрана? Ведь они сегодня не только сотрудничают, но и соперничают с братьями, работающими под эгидой Госкино. А там вслед за покаянием началось и обновление. И хочется, подобно Вадиму Зобину, представить «Золотой век» и телекино. Как это будет в идеале? Я думаю, что в экране по коридору будут ходить всемирно известные режиссеры в отдаленном будущем. Может, даже Феллини, Антониони, Данелли. Думаю, что в отдаленном будущем Бразилию мы будем снимать в Бразилию, а не в Сухоми. А Париж в Париже, а не в Риге. Думаю, что появится требовательность друг к другу. Думаю, что в очень отдаленном будущем мы можем сказать друг другу «Глаза старик, ты снял плохую картину. Тебе надо год постоять простой, подумать, привести себя в порядок, а не сразу запускаться в следующий». Это тоже очень важно. Думаю, что у нас появятся сценарии, в которых будет не только отклик на современную такую тему, а бой души. Понимаете, будет крик, и тогда и произведения будут получше, выпускаемые нами. И думаю, что если мы все будем работать сейчас ответственно, будем говорить друг другу и вообще правду, то, может быть, мы и доживем до этого больше. Я думаю, что мы научимся быть Игорь Беляев уверен свободными, по-настоящему свободными людьми. А как только придет эта внутренняя свобода, раскрепощение, так тут же и фильмы наши станут свободнее и веселее. Ну, это было бы замечательно, но что-то я в это не очень верю. Может быть. Феликс, следов кирпичальницы вот о чем. В экране была музыкальная студия. Она вроде бы как и осталась, а в то же время ее нет. И это не важно, в какой структуре музыкальная студия должна остаться. Она должна остаться, потому что студия уникальная. Подразумевается, что там работали уникальные специалисты. Они остались. Кто-то должен снимать музыкальную студию. Думаю, что лучшие экраны этого никто не может делать. Я ощущаю, что какое-то наступление на экран со стороны эфирного телевидения. Наступление. Понимаешь, ну, чем иначе объяснить, что вдруг там идет какая-то большая летучка и много фильмов экрана за неделю прошло, понимаешь, а ни об одном не говорится ни слова. Ну, почему? Об этом стоит думать, ведь телекино элемент программы и место в этой программе вещь серьезная. Простите, вы не туда попали. Не туда попали. Здесь уже главный редактор не сидит. Вот, понимаешь, в этом все, мне кажется, дело. А мы за этим не должны гнаться за периодикой. Это никому не нужно. Мы должны смотреть дальше и лучше. Но Игорь Мармелович это не смущает. Ну, осмысливать по-другому. Понимаешь, мы не должны просто констатировать факт, который произошел, осмысливать его. Ради чего это все делается? Что бы мы ни говорили сейчас о телевидении, так сказать, о его достоверности, о его невероятных возможностях, телевидение без телевизионного кино невозможно. Об этом говорят социологи, говорят философы. И об этом с удовольствием говорим мы, те, кто причастен к телевизионному кино. Каким будет судьба завтрашнее, в двух словах сказать сложно, хотя можно целый трактат описать об этом. Я думаю, что будет единственная создана такая организационная структура, которая раскрепостила бы творческого работника, сделала бы работу художника более свободной, чтобы мы смогли создать условия не только для, как говорят, тела, но и для ума, чтобы к нам хотели приходить великие мастера, которые, кстати, получили школу телевизионного кино. Вы об этом все знаете. Я не хочу перечислять имена, чтобы никого не обидеть. Я вижу, что нам удастся создать центр, который станет центром не только умным, но и центром таким подвижным, который мог бы активно влиять на на судьбу хорошей заявки, на судьбу хорошей мысли, на творческую судьбу всех, кто желает делать хорошее телевизионное кино. Да, хотя директор творческого объединения экрана Григорий Яковлевич Тараненко настроен оптимистически, но перемены действительно необходимы. Вот им, этим переменам, будущему телекино и посвящены деловые игры, с которых мы начали наш рассказ. Здесь работает штаб деловых игр, а штаб понятие серьезное, ведь в штабах вырабатываются стратегии и тактика, на карте будущего чертятся стрелы наступления, определяется направление главного удара, и успех зависит от таланта полководцев, а поскольку на этот раз и полководцы, и солдаты мы сами, то и спрос будет с нас самих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok